МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. У Никиты Михалкова юбилей. Когда он входил в ресторан Думы кино, все оборачивались. Как знаменитому режиссёру удалось заманить Марчелло Мастрояне в Кострому? Одну фразу я запомнил на всю жизнь. Он сказал, Никита, я готов у тебя играть даже собачку. Что в его жизни значит семья? При всех, значит, попросил моей руки. И потом говорит, вот так я представила, что ты мне сейчас откажешь, потому что он же меня не предупреждал. И почему его дочь любит не все его картины? Я пропускаю все фильмы, где папа играет любовь с кем-нибудь. Мне вообще неинтересно это. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ведь он может не только отдыхать, но и работать. Ну, завистники говорят, да барин, барин, барин. А он из княжеского рода, князей Глебовых. В хорошем смысле слово дворянство, благородство. Вы понимаете, вот это в Никите присутствует. За кого меня принимают в этой гостинице? За дурочка? За дурочка? Да, он барин. Он внук Кончаловского, правнук Сурикова. Он барин, который спит пять часов. Это и пузо ты себе отъел, генерал, а? Ваши, братцы. Да-да-да. Праздность это преступление, праздное житье, это все передалось и Андрону, и Никите. Что угодно можете мне говорить, но вы сможете так работать, я спрошу того, кто будет осуждать Никиту. Что дает ему силы? Друзья Никиты Михалкова знают ответ. Мы на охоте, мы, это наша компания охотников, где-то под Костромой идет дождь, мы в грязи. Никита в это время находится во Франции, Канн, получает очередной приз. Он звонит абсолютно искренне и говорит, ребята, как я вам завидую. Салют просвещенным славянам! Слава родственникам! Ура! Он абсолютно искренне, вот для него Кострома, лес, русский пейзаж, все русское, но для него это очень близко. Делом надо заниматься, дорогой мой, делом. Все, Гена, звали, все. Я вообще Никиту считаю даром Господа Бога всем нам, ну вообще России. Все, что в нем рождается, в плане творчества, в плане принятия решений, в плане... Каждодневно. Это он, бесконечно создавая себе эти препятствия, побеждая их, он чувствует, что он в форме, он творит, он живет. Вот, поэтому это вот такая форма жизни, все время в борьбе против, но в конце что-то из этого выходит. Человек, появившийся на свет почти сразу после Великой Победы в 45-м, и не должен существовать по-другому. Он умеет жить и учит этому нас. 21 октября 2020-го Никита Михалков отмечает 75-летие. И это прекрасный повод поговорить о его вкладе в кинематограф. Но готовы ли близкие раскрыть его семейные тайны? Обо всем этом прямо сейчас. В Костроме Никиту Михалкова знают и любят. Не только потому, что знаменитому режиссеру нравится охотиться неподалеку. Здесь он снимался в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс». А почему мы снимали в городе Кострома? Потому что мы приехали с Рязановым туда, и там открылся ресторан самообслуживания. И ресторан самообслуживания Рязанова просто поразил. Были такие замечательные котлеты, такие замечательные картошка. Он сказал, это мне, это мне. Мы будем есть только в этом ресторане. Он сказал, все, было окончательное утверждение объекта Кострома. Парадокс, но Кострома по-барски встречала не Рязанова, который был режиссером картины, а одного из его актеров, Никиту Михалкова. Мы не были званы на эти обеды и охоты, это понятно. Но разговоров ходило много, и анекдотов тоже ходило много. И об охотах, и о том, что вот эти вот такие красивые вечера на Волге с цыганами, с песнями, с плясками. Возможно, что у Никиты Сергеевича в планах, которого были съемки очень черные, вот эта подготовка маленького губернского города к приему такой величины, как гость из-за рубежа, возможно, это он увидел как раз вот в эти съемки. Михалков сразу поразил воображение местных жителей. Непонятно, то ли он в образе, то ли он и правда такой. К дому охоталов. Вот как раз они подъехали к этому месту, значит, им надо в их костюмы, в воду. И вот он взял вот так за рессоры сзади, спиной повернулся к этому, и переставил на другое место. Чуть ли не аплодировали, значит, зрители стоящие. Вот это было, было. И подъезжать лечить. Вперед, я сказала, езжай, заехал. Да не надо ничего этому. Вот и все. Прошу вас, Мариса Дмитриевна. Казалось, на долю Никиты Михалкова выпали самые впечатляющие моменты съемок. Да и смог бы кто-нибудь еще без дублера спуститься по лестнице на лошади. Но когда он ехал на белом коне, езжал на Дебаркадер, да, а там надо было спуститься с лесенки, не каждая лошадь пойдет по лестнике, да еще надо ей управлять. Это Никита сделал настолько виртуозно, что я был просто поражен. Куда же вы? Я спешу, голубчик. Барин, остановитесь. Не положено. В чем же его секрет? Почему Никита Михалков на каждого сразу производил неизгладимое впечатление? Везде, где он появляется, я вас умоляю, ну вот эту шляпе с яблоком. Ну, фантастика же. Вообще-то такое красивое. В провинции вдруг такой вообще богатый, красавец, хорошо одет. Кстати, костюм был Никиты. Нашей костюмерной такого костюма не найдешь. Изменился. Бороду утратил. Помолодел. Ну и постарел, однако. Да ну. Ну, Никита Сергеевич Михалков, он действительно костюм умел носить, потому что когда Никита Михалков шел уже в костюме и в гриме на площадку, ну все, все, не только девицы, все женщины преклонного возраста просто сворачивали шеи. Спасибо, дяденька. Ох, дьявол. Я пропускаю все фильмы, где папа играет любовь с кем-нибудь. Мне вообще неинтересно это. Ну и не то, что ревную. Ну хотя, да, я вообще ревнивая. Ужасно. Неловко на это смотреть. Не вижу, что это такое, кто это такой. Поэтому это не самая моя любимая папина работа, где он играет как влюбленность или какого-то интересного персонажа для женщин. Смотрите далее. Что для Никиты Михалкова значит его семья? Я вообще не понимаю, как мама живет с папой. Хулиган. Все время что-то там придумывает. Никогда ему не имется, не сидит он на месте. Каким он стал мужем? Он мог, если бы захотел, конечно, вернуться там, где ребенок. Но он нашел меня. Хотя я там переехала, поменяла квартиру. И он меня разыскал. Есть ли конкуренция между двумя братьями? Папа мой говорит, вот я не понимаю, что Никита мне не покажет свои сценарии? Показал бы сценарий, я бы ему посоветовал. Лучше бы получилось. И почему актеры борются за право с ним работать? По радио объявили, что требуется для массовки мужчина от 40 лет. Думаю, дай пойду. Никита Михалков не кичится истории своей семьи. Всем известно, что он сын поэта Сергея Михалкова. И гораздо меньше его поклонников знают, что режиссер – правнук всемирно знаменитого художника Василия Сурикова. И если простой любитель искусства при виде его работ испытывает трепет, что тогда ощущает, глядя на картины прадеда в Третьяковской галереи, сам Никита Михалков? Понимаете, вот Суриков, например, Василий выгнал из дома, из своего Льва Толстого. Петр Петрович Кончаловский не пустил Маяковского. Тот в гости пришел с морковкой вместо галстука. Он говорит, извините, молодой человек к нам в таком виде не ходит. Рихтер, я помню, играл у нас, играл, играл, жал на педаль, иногда это самое, на рояль, на педаль, сломал педаль, потом извинялся. Тарковский спал под этим роялем потом. Дом Сергея Михалкова – один из главных светских салонов того времени. Он – председатель Союза писателей, соавтор слов к советскому гимну. Его супруга, Наталья Кончаловская, соответствует мужу. Она не только хороший и успешный литератор, она гостеприимная и внимательная хозяйка. Еще мы работали на «Шага по Москве», я попал вот в их дом. Конечно, меня это произвело впечатление, потому что, когда дед у тебя, Кончаловский, прадед там, Суриков, и картины в доме висят. Человек растет в этом, и отец его замечательный, и мама, которая ко мне очень хорошо относилась. У меня с ней были какие-то такие свои отношения. Когда я познакомился с Натальей Петровной, я ей сказал, что ее книжку я зачитывал до дыр «Наша древняя столица». Она так была и удивлена, и благодарна. Она мне тут же новое издание этой поэмы написала моему давнему читателю, недавнему приятелю Сереже. Дом на Николиной горе видел много людей, начиная с Федора Шаляпина, и сейчас там Джек Николсон, Марчелло Мастрояне, Мариконе. Это все люди, которые приезжали к Никете на чашку чая и оставались очень довольны всей этой удивительной атмосферой, которая творится в доме. А с Сергеем Владимировичем мы общались достаточно много, и когда они вдвоем за столом, я имею в виду, папа Сергея Владимировича и сын Никита Сергеевич, это, конечно, шоу. Соревноваться с отцом ему придется всю жизнь. Хочет этого Никита Михалков или нет, их всегда будут сравнивать. И когда он соберется сказать свое слово в искусстве, внимание общества станет гораздо пристальнее. А ты вообще что, очень умный, да? Очень. Ах, так ты умный. Ты смотри, как бы тебе кто-нибудь в скорость не дал бы по шее. Тогда будешь знать, как умный. Ну да. На. Ничья. Свою первую главную роль Никита Михалков получит в 18. Он давно определился. Будет актером. Не писателем, как отец и мама. Театр и кино это сложнее и интереснее. В это время Никита Михалков уже учится в легендарной щуке. Его однокурсники Николай Бурляев и Анастасия Вертинская. Евгений Стеблов, Борис Хмельницкий и Наталья Селезнева чуть старше. Все будущие звезды. С Евгением Стебловым Никита Михалков снимется в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Это его первая главная роль. Актеры совсем юные и дерзкие. Простите, пожалуйста, вы случайно не клад здесь ищете? А ты кто такой? Тебе что здесь больше всех надо? Да ну его, поль, пошли. Да нет, просто дело в том, что вы уже здесь четвертый раз копаете на этом месте. Раз копаем, значит надо. Понял? Понял. Я помню вот такой разговор Сергея Владимировича Михалкова. Никита говорит, пап, мы пошли. А Сергей Владимирович говорит, ну что, пить-пить идете? Пить-пить? Никита ему говорит, пап, ну что ты говоришь, Женя он вообще не пьет, да и я тоже не злоупотребляю. А Сергей Владимирович ему говорит, а ты молчи, зайка-зазнайка, зайка-зазнайка. Это замечательное семейство. Никита Михалков уже в 18 производит впечатление человека, который знает, чего хочет. Через три года у Михалкова появится сын. Он женится на Анастасии Вертинской. Конечно, это все очень трогательно, а потом уже позже, вот как-то он ночью мне позвонил, уже был ребенок у них, Степан, и говорит, ты можешь приехать сейчас? Я говорю, что случилось? Ну, я тебя спрашиваю, ты можешь приехать или нет? Вот, я говорю, ну, давай приеду. Он увидел меня, подошел и так с какой-то такой, с каким-то таким трепетом, не трепетом, с каким-то, ну, в таком очень, конечно, взвинченном он был состоянии и сказал, она мне сказала, что она меня не любит. Для него это было страшно, вот страшно. Хотя, ну, сказал и сказал, а потом сказал бы по-другому. И мне так кажется, что она его до сих пор любит. К этому времени Михалков уже уйдет с актерского факультета. Точнее, его отчислит за то, что студент в очередной раз снимется в кино. Борис Евгеньевич Захава, по-моему, там был ректор, он это не терпел. Или съемки, или училище. Снимаешься, освобождаешь помещение. Он поселился у меня, а я поселился, недалеко жил от Щукинского училища. У него связи еще продолжались со студентами. И моя комната превратилась в филиал Щукинского училища. Кто там только не был. Уже тогда Никита Михалков понял, актер слишком мелко, он хочет быть режиссером. Его старший брат Андрей Кончаловский еще год назад снял свой дебютный фильм «Первый учитель». И мне кажется, что вот эта среда Ежов, Тарковский, Ежов, Валентин Ежов замечательный сценарист был, Чингиза Айтматов, потому что отец первую картину снимал по рассказу Чингиза Айтматова. Вот. Это все на самом деле, мне кажется, не повлияло, а, в общем, Никита из этого вырос. А это сколько? Для вашего сиятельства пять тысяч. Никита Михалков поступит на режиссерский факультет в Афгик. А по окончании его снова ждут перемены. Богемную Москву он поменяет на суровый Дальний Восток. Михалков Михалков не станет косить от армии. Два года он проведет на Камчатке на крейсере Михаил Кутузов. А когда вернется, снова женится. На манекенщице по имени Татьяна. Когда за ней начал ухаживать молодой Никита Михалков, ее подруги и коллеги забеспокоились. Он тебе не пара. Какой там Никита? Мы едем в Америку, там чуть ли не полгода до модели будет, показы, что-то там таких Никит на каждом углу. Когда мы выходили с Никитой, сначала, конечно, смотрели на меня. Я вообще не понимаю, как мама живет с папой и просто, ну что ты, хулиган. Вообще, все время что-то там придумывает. Никогда ему не имется, не сидит он на месте. Я не знаю, я вот бы влюбиться, может быть, да, а вот так вот, конечно, по-серьезному, я папе всегда говорю, папа, вот знаешь, что это тебе, если такого, как бы тебя встретила, вообще даже просто вот так посмотрела бы какое-то что-то такое и все, дальше вот пусть с тобой мучаются другие, не смогла бы. Но Татьяну Никита Михалков зацепил. Может, на фоне состоятельных поклонников он и проигрывал, но с ним было интересно. Когда он входил в ресторан Дома кино, все оборачивались. У него была, конечно, какая-то очень такая мощная харизма, излучалась энергия из него, такая и творческая вообще энергия. Поэтому он вообще, еще даже будучи, в то время он не был еще так знаменит, но как-то, как-то он был заметен во всем. Михалков держался с достоинством. Он не кичился ни своими звездными друзьями, ни легендарными родственниками. И если бы мне Наталья Петровна не дала книжку «Дар бесценный», который она написала о Сурикове, я бы даже вообще не знала, куда я попала, понимаете? Сейчас ящики расколотим, посмотрим. Я в картинах-то разбираюсь, двойной альпредельщикам работал. Но зачем ты их притащил? Как зачем? А вот своим первым фильмом Михалков похвастался. Он снял как раз только дипломную работу и пригласил меня тогда в Афгик. Он ухаживал, мне кажется, шикарно. Он меня возил на закрытые просмотры, куда-то в белые столбы, в Буч-Кэссиди, Санди-Скид, который никто не видел, но мы вот видели. А вот там Иван Грозный, вторую часть, там мы посмотрели, закрытый посмотр, Афгики. Армия разлучит их на долгие два года. Татьяна не собиралась замуж за Никиту Михалкова. Тем более она знала, что у него сын от Анастасии Вертинской. Она жила выше этажом, и мы встречались в лифте. У нее, по-моему, не было тогда никого. Он мог, если бы захотел, конечно, вернуться там, где ребенок, но он нашел меня, хотя я там переехала, поменяла квартиру, и он меня разыскал. Да, отобедать сегодня, господа, прошу ко мне. Прощаюсь я со своей холостою жизнью. Да, господа. Женюсь. Предложение Никита Михалков сделал эффектно. Это было в доме кино. Никита собрал всех своих друзей и при всех, значит, попросил моей руки. И потом, говорит, вот так я представила, что ты мне сейчас откажешь, потому что он же меня не предупреждал. Да разве можно его не послушать? Да почему же? Почему вы в нем так уверены? Разве можно быть в нем неуверенной? Сергей Сергеевич, не стреляйте. Я прошу вас, не стреляйте. У вас сердца нет. Не стреляйте. Я прошу, не стреляйте. Вы пустите. Как пустите? Юлий Капитонович, я ведь так могу и промахнуться. У Татьяны не возникло мысли отказать. Она была на седьмом небе от счастья. Более того, невеста забыла даже про работу, бросила все и улетела с будущим мужем в Грозный. Там Никита Михалков снимал первый полнометражный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». В Грозном Татьяна и Никита поженились без платья и костюма, весело и решительно. Там, в их медовый месяц, Татьяна единственный раз снялась в фильме своего любимого режиссера в качестве актрисы. Нехорошо Шурик старших обманывать. пятьсот тысяч в поезде везли. Везли. Поезд ты грабанул? Ты. А? Я все сделал, а ты делиться не хочешь? Ну, если врешь. Гляди. Никита Михалков вдохновлялся вестернами. Такого в Советском Союзе еще не было. Многие посчитали фильм новаторским. Но Михалковым двигало отнюдь нежелание сделать нечто принципиально новое. Он хотел высказаться. Ну, зачем тебе это надо? Ну, скажи мне, я хочу знать, скажи, зачем тебе это надо, но принесешь. Ну, ну, принесешь ты это, золото. Ну, и что? Ну, они же тебя за это же золото и расстреляют, понимаешь? Расстреляют! Папа мой говорит, вот я не понимаю, что Никита мне не покажет свои сценарии. Показал бы сценарий, я бы ему посоветовал, лучше бы получилось. А я очень хорошо понимаю, почему Никита никогда не показывал свои сценарии. Потому что лучше пожинать своей лаврой, а если уж тебя ругают, то пусть ругают за твои проколы. Но его не будут ругать. Каждая следующая картина Михалкова – откровение. Скоро сняться у него будут мечтать все звезды. Когда они приехали сюда снимать на туру, по радио объявили, что требуется для массовки мужчина от 40 лет. Думаю, дай пойду. Я пошел утром, пришел к 8 утра, сижу в массовке. Он говорит, да что ты здесь делаешь? Я говорю, я хочу сниматься у тебя в кино. Как? Я говорю, ну в массовке, там сказано, вот ходит по тротуару. Вот я буду ходить. Ты серьезно? Серьезно? Я уже одел сапоги, там все, бороду. Все, купец. Какой-то проходит мимо. Я и для тебя сам сейчас придумал. Ну, придумал какую-то ерунду там. И он снялся в маленьком эпизодике. Так что такое было. Поезжай, сказала мне Надежда. Когда Виктор Мережко написал «Родню», он рассказал о своем замысле Ноне Мордюковой. Нона прочитала сценарий, Нона Викторовна, говорит, видите, как звонит, я сегодня закрытие московского киностиваля, я беру с собой трубочку, завертую сценарий, отдам его, я скажу, что на меня главная роль. Никита прочитал, перезвонил мне через несколько дней, говорит, мы на вы, я прочитал ваш сценарий, мне нравится, я буду снимать его. Однако Никита Михалков увидел героиню Ноны Мордюковой не совсем такой, какой себе представляла ее она. Она пришла к Никите в кабинет, как хозяйка сценария. Накрашенная, реснички там, пижачок такой, ну, нарядная. Бусы тут. Никита говорит, не, 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 не так, не так, не так. Сейчас мы сделаем по-другому. Вызыл костюм, сняли, немножечко мы идем в костюмерную. Он взял фольгу, золотую, ставил ей в зубы, она говорит, что ты делаешь со мной? Он говорит, ну, зубы должны быть. Он видел мою тещу, она ростовчанка была, корена, я, в общем, портрет писал с тещей своей. Я не буду у тебя сниматься, и сценарий заберу. Нихай Рима Маркова снимается вместо меня. За дорогими вещами пришел. Мы в этом смысле, Марья Васильевна, дорогие, и в духовном смысле этого слова. А это у Моисе. А это в каком смысле? А в таком смысле, когда Нина придет, тогда и я висе. А, то есть, когда коза придет. Нет, ну, Марья Васильевна, поймите меня правильно. Ну, если я, как вы выразились, козел, то моя жена, она, естественно, коза. Для того, чтобы уговорить Нону Мордюкову сниматься, пришлось пойти на хитрость. Ой, господи, это же тарфик. Никита звонит, слушай, Витя, вот такая фигня. Она сказала, Нихай Рима Маркова снимается. Говорит, что делать? Я говорю, ну, давай сейчас ее разведем немножко. Звонит Нона. Плачет. Борчук не понимает русскую женщину. Он из меня клоуна стал делать какую-то. Я сказал, Нихай Рима Маркова. Говорит, слушай, Нонечка, так Рима Маркова вызывает на фото. Да ты что? Говорит, да. Ой, боже, ой, боже мой. Короче, на следующий день она поехала ругаться. Ну, Никита, он обаятельный, усы, обнял ее, расцеловались. До слез буквально растрогались от того, что помирились. Ой, боже, откуда же ты взял за такой красавица? Я тут живу неналеко. Сиди, занимайся своим делом. А я вот своим делом и занимаюсь как раз. Я Стасиком хочу сидеть. А вот он, видимо, не хочет. Эмоциональная Нонна Мардюкова даже влюбится в Никиту Михалкова. Но на съемках она не перестанет скандалить. И каждый раз, когда она ссорилась с Никитой, она прибегала в гостиницу, говорила директору картины Диме Грисику. Все, я вот у Борчука не снимаюсь, а уже полкартины снята. Собирала вещи на вокзал. Я говорю, Нонна, куда ты? На вокзал. Говорит, так еще рано, до поезда, там, 5-6 часов. Ну, пассиву на вокзале. Съемочный микрик подъезжает, из него выскакивает Никита. Молодой, сильный, красивый. Я говорю, Нонна, кто приехал? Ой, боже, а чего он приехал? Никита идет, а-а-а, Нонна, обнимается, опять просит друг друга прощения. И опять в гостиницу до следующего раза. Смотрите далее. Легко ли сниматься у Никиты Михалкова? После просмотра в Каннах фильма я с ним не разговаривала. Я обиделась, я вышла из зала, где показывали кино. Как знаменитому режиссеру удалось заманить Марчелла Мастрояне в Кострому? О, это был фурор. Оборотная сторона популярности Никиты Михалкова. Быть с таким человеком на протяжении многих-многих лет, это может дать Оскар, в принципе, второго Оскара. И о чем это Карен Шахназаров? Ну, я должен сказать, что он пожертвовал во многом этим, ради своих взглядов. Смирно! Да я тебя сейчас... Ты что, меня... Ты меня что, не знаешь? Меня не узнал, может быть? А теперь... А? Узнал? Прошу. Стоять. Стоять. Даже обычный эпизод, когда режиссер приглашает актера на роль, в случае с Никитой Михалковым всегда история. Я никогда не забуду свой первый съемочный день на картине «Утомленное солнцем». Я тогда был студентом первого курса, уже второго курса, ибо были каникулы между первым и вторым курсом. И меня, как и двух моих однокурсников, Егора Баринова и Егора Дронова, отобрали в массовку. Нас одели танкистами, вдруг ко мне подъезжает на коне красавец Камдив Котов. Актер! Я говорю, так точно актер! Дайте ему текст! И тут ко мне подбегает огромное количество ассистентов, гримеров, костюмеров, помощников, значит, дают мне, суют текст. И начинают заниматься мной. А текст был такой. Бабка, у меня приказ. А бабка меня бьет, говорит, уезжай, окаянный, уезжай от всех, уезжай, уезжай. Я говорю, я не могу, у меня приказ! Я начинаю этот текст учить, учил, 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 вроде выучил. И этот маленький эпизодик попал в фильм. Но мне бы, идиоту, очки-то снять, потому что я был в танкистских очках, меня, в принципе, там не узнать. Можно узнать только по голосу. Вот так Никита Сергеевич мне дал первую роль. И утомленная солнце, нежно с ноги не бросалась. Бум-бум! Режиссер Михалков работает не только с молодыми, но и со всем юными артистами. Папа очень хорошо меня знал к тому времени. Поэтому он мог добиться любой реакции, чистой манипуляции. А после просмотра в Каннах фильма, я с ним не разговаривала. Я обиделась, я вышла из зала, где показывали кино. Потому что я вообще посчитала, что это предательство, что он мне не сказал, что я его везу на то, чтобы его избили, и вообще с ним сделали то, что сделали. Он меня тогда успокаивал и попросил прощения, что он мне не рассказал. Но если к собственной дочери он знал подход, то как работать со звездой мирового кино Марчелло Мастрояни? Фильм «Очий черный» Михалков решил снимать в Костроме. Ну вообще, когда в то время появлялся иностранец, то в советское время этот человек откуда-то прилетел из космоса. То есть вот так, когда ты чувствуешь запах иностранных сигарет, одеколона, одежды, я не знаю, всего-всего. И вот этот иностранный человек, как инопланетянин, появился в Костроме. Ну представьте, что там было, какой у него был номер, как его встречали. О, это был фурор. Это когда Марчелло Мастрояни приехал к нам в Кострому. Здесь сначала весь город сбежался, ну для того, чтобы посмотреть на Марчелло Мастрояни. А потом началась уже работа. Опять нас пригласили театральных. И Никита Сергеевич нас, молодых барышень, отбирал для съемок этого фильма. Может, в этом его секрет? Михалков не гнушается во всем участвовать лично. Это тоже профессионально очень. То, что он не... Ну я не скажу, что он не доверял костюмерам, которые одевали актеров, даже для массовки. Но если массовку, может быть, и не проверял, но общим планом. И его взгляд он всегда выхватывал. То не так одет. И как-то после съемок он пригласил в ресторан, и Марчелло Мастрояни, поднимая бокал, сказал тост. Ну там он многое сказал, но одну фразу я запомнил на всю жизнь. Он сказал, Никита, я готов у тебя играть даже собачку. Это было произнесено еще с таким акцентом, и так искренне, так здорово. А-а-а-а, лули, 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 лули. СМЕХ Самочка. Вот это здание Костромского кукольного театра в очах черных сыграло роль вокзала. Здесь мы встречали высокого гостя Марчелло Мастрояни. Советские артисты не ожидали увидеть, что их коллега нервничает. Он стоял, и руки у него вот так работали. Но как только мотор, камера, куда все девалось. Ну это уж мастер. Мастер. Он очень любил Кострову. И любил, конечно, Никиту Михалкова, и любил работать у него. Сегодня очевидно, Михалкову не работалось бы так без его тыла. С папой, кроме мамы, я не знаю, кто бы смог так вот это все пронести. Потому что одно дело, конечно, это творчество. Великий режиссер, творческий человек от и до. И другое дело, конечно, это в семье, когда ты сохраняешь этот статус, когда ты это все держишь и идешь на компромиссы, на большие жертвы, для того, чтобы это все держалось на хрупких женских плечах. Вскоре Никита Михалков настоит. Татьяна должна уйти из дома модели. Двое детей у меня. Я вообще ни на грамм не поправилась. Меня приглашали, хорошо платили. Они делали подарки вообще в те годы. Это вообще просто за один день, это несколько месяцев Никитина там работы. И вот так вот, когда меня пригласили, я быстренько собралась, собралась, оделась, нарядилась, и я уже летела. Никита говорит, все, или же ты остаешься, или я собираю чемодан. Татьяна стала образцовой женой. Той самой, без которой не бывает гениев. И хоть это далось ей непросто, она не жалеет ни о чем. Ну, мама – это наш дом, это семья, это любовь, ну, это, естественно, терпение. Если бы не мама, наверное, было бы действительно все по-другому. Быть с таким человеком на протяжении многих-многих лет, это может дать Оскар, в принципе, второго Оскара. Это очень сложно. Мне все время кажется, вот эти 40 лет, мне все кажется, вот наконец-то будет какой-то перерыв, и вот наконец-то вот будет вот красивая такая жизнь, когда, знаете, вот отдыхают люди, когда вот только можно вот чем-то наслаждаться, вот забыть все, вот это белый песок, вот это пальмы там. Вот все подчинено работе, понимаете? Она понимает, Михалков никогда не будет принадлежать только ей. Муж и отец, он далеко не в первую очередь. Однажды Никита Михалков был в Париже с маленькой Надей. Когда я приехала в гостиницу «Рояль Монсо», она меня потрясла, конечно. Я увидела мини-бар, папа пошел в спортзал. Я вообще не понимаю, мне кажется, папу посадили бы, если бы вот сейчас по новым правилам. Он меня оставлял где-то все время, там, не знаю. Значит, он пошел в спортзал, я осталась в номере, и вдруг его по громкой связи вызывает там «Никита Михалков, придите в номер». Он заходит в номер, а я подумала, что в мини-баре это для кукол эти маленькие бутылочки. И пораскрывала эти маленькие бутылочки, там что-то поналивала, а что-то повыпивала. Вот. Горничная, которая пришла убираться, она в ужасе увидела ребенка, который, значит, немножко окосевший, с открытыми бутылками виски, водки и коньяка. При том, что это случилось в первые прям практически дни нашего совместного пребывания. И он понял, что, в общем, за мной надо приглядывать все-таки как-то. Здорово, Югера! Артем Михалков тоже помнит историю из детства. Все выпили они прилично, и меня кинули в бассейн, так, что я себе разрезал очень сильно ногу. Прям страшным образом я разрезал, я выплыл из этого бассейна. Все стало в крови вообще страшным, просто какой-то ужас был. И дальше я помню это состояние, когда им-то все, ну, мужики в бане, там они все, ну, и выпивали, и меня везут в этом, в газике каком-то, и у меня аж температура, у меня нога, ну, это вот там как раз отец как-то был рядом в этот момент. Наверное, самое сложное в Никите то, что он, если и приходит домой, то он окружен толпой людей. Или это приживалые, или это друзья, которые работают сейчас, или которым негде жить. Или если он сейчас монтирует, значит, где-то рядом монтажный стол. Если они с оператором проходят сцены, значит, если актер, значит, все проходило через дом. Ну, конечно, когда умерла бабушка, а тем более потом умер дед, то теперь у нас две семьи. Это все на одном участке, два дома, но вот у отца свое, у Никиты свое, совершенно разные уклады, разная эстетика, разная кухня, разная сервировка, все разное, разные напитки. Ну, то есть, разная культура. Я не говорю, там хуже, лучше, там, Никита такой, он широкий был. А папа такой ювелир чуть-чуть. Никита византиец, а я флорентиец, сказал про него Андрей Сергеевич Кончаловский. Их до сих пор сравнивают и между собой, и с их знаменитым отцом. И даже несмотря на то, что 21 октября 2020-го Никите Сергеевичу исполняется 75, и он давно всем все доказал, говорить о нем не перестанут. Как Михалков собирается отметить юбилей? Конечно, в кругу друзей, как все праздники. Ведь Новый год мы уже почти 40 лет встречаем все время у него, уже все с бумажками, с карандашом, чтобы записывать желание, успеть сжечь и запить кто чем. А на день рождения он пожелает себе того же, что и обычно. Он всегда загадывает чуть больше сутки, чтобы были не 24 часа, а 28. Потому что даже те 19, которые он проводит в работе, ему не хватает. Надо уже сказать сегодня, что он, конечно, одна из крупнейших фигур вообще в русской культуре 20-го века, 20-21 века. Он просто стал фигурой такого огромного масштаба. И не только в кино, а и в общественной нашей жизни. В принципе, мы о нем узнаем всегда какие-то новости. То есть он заполняет все медиапространство не потому, что он это делает специально, а потому, что вот такая фигура. Даже если что-то происходит внутри семьи, не связанное с ним, то это в прессе связано с ним. Ну вот такой масштаб у нашего отца, у деда, у прадеда. Кто еще в России одновременно обладатель Оскара, венецианского «Золотого льва» и гран-при Каннского кинофестиваля? И кто еще, имея признание, легко готов от него отказаться? У него огромная репутация в западном мире. Его знают. Но я должен сказать, что он, в общем, пожертвовал во многом этим. Ради своих взглядов. Его позиция сегодняшняя, то, что он яростно отстаивает интересы России, интересы православия, то, во что он верит. Ну, прямо скажем, я не думаю, что это прибавляет ему популярность. Все очень просто. Он любит жить. А жить он может только здесь. Никита Михалков – правнук русского художника, сын советского поэта и российский режиссер. Остальное скажут за него его фильмы.